Вы говорили о мозге пробирки, например, и, допустим, человека. Вот нету издействий в параллели с тем, что вы собираетесь сказать по этому поводу, связи, вот этой тесной связи, эпистемология, семантики и, так сказать, антология. В том, что человек реальный все-таки имеет связь с реальностью, то есть, может быть, мозг пробирки не будет. Абсолютно верно, да? Прямо саму суть, да. Я даже вот вспоминаю, как Кович сказал, значит, да, совершенно верно. Мысль не мозг пробирки, мыслит человек. У мозга пробирки, да, нет связи с окружающей средой и, соответственно, да. Это он может мыслить? Может. Да, ну, ослабленный связь, да. То есть, у него проблема в том, что у него фактически эта мысль является как бы абстрактной, не связанной с чем-то. Ну, да. Чем меньше связь с реальностью, тем более абстрактной, да. Тем более обедненный смысл, тем более обедненное сознание. Это так, да. То есть, нет ни антологии у него, получается, ни эпистемологической составляющей, наверное. То есть, она не оставлена. Хотя и семантическая. А, хотя и семантическая. Ну, понятно, да. Тут вопрос такой вот, Владимир Евгеньевич. Вот что, а что значит мозг пробирки? Вот, что это, как определить вообще модель мозга пробирки? Ну, это просто метафора мозга пробирки. То есть, это эквивалент вот этого Декаповского, может быть, не всей спины, да. Ну, это опатным дело, этот мысленный эксперимент, да. То есть, это мысленный эксперимент? Да, это мысленный эксперимент, да. Это, вот я ссылался, там, мы работали в 81-го года, в прошлое время. Значит, ну, в современных терминах, может там, нейроученые, там, наше сознание манипулируется. То есть, это представить можно себе так, мы подключены к какому-то электронами, там, или внедрены в наш мозг какие-то механизмы, инструменты, которые позволяют вызывать у нас определенный опыт субъективный. То есть, симуляция такая. Да, да, да. Даже может иначе, я бы сказал, все-таки, все-таки. Это мозг, работающий сам по себе. На основе собственных... Ну, вот это вопрос, когда пример галлюцинации. То есть, можно галлюцинировать? Не связи с окружающими. То есть, он может работать, у него есть определенные правила работы, у него может быть система понятий и так далее. Но он это все обрабатывает, как говорится, вне зависимости от, так скажем, внешней среды. Вот так эта модель может, наверное, быть. Ну, вопрос в том, как эту модель описать. Потому что, если электроды, внедренные в мозг, они могут вызывать такие модели, то есть, что мы не различим, является ли эта информация получена от органов чувств, или от внедренных электродов, если мы знаем код определенный, да, каким образом в мозгу осуществляется эта субъективная реальность. То есть, это такой, ну, модель, по крайней мере, тут еще не ясно, можем ли мы вообще достичь. Либо это метафора мысленная, либо это реально можем осуществить такую симуляцию, да. И такие опыты, они проводятся действительно. Да. Вот. И в перспективе предполагается, что можно достичь вообще такого вот симуляции, что мы не можем отличить реальность от симуляции. Даже есть гипотеза о том, что весь наш мир является компьютерной симуляцией. И серьезные ученые обсуждают об этом. Не живем ли мы внутри такой компьютерной симуляции. Да. Внутри матрица, да. Это тоже еще один пример. Да. Да. И тут действительно серьезный вопрос. Но вот то, что говорит Александр Леонтьевич, это тоже интересно. Когда мозг изолированный от внешнего мира, и он внутри. Ну, может ли мозг существовать изолированный от внешнего мира? Ну, может быть, во время страны. По Декарту может. Во время галлюцинации. По Декарту может. Если исследовательно я существую, и фактически создание той же самой геометрии аналитической Декарты. Хорошо, да. Он не доказывает, что ей вклидовать. Она не требует совершенно никакого мира. Она требует просто правильного рассуждения, которое мозг облаказывает. Я мыслю, значит, я существую. Действительно, ведь если бы я не мыслил, вернее, если бы я не существовал, это было бы не мысль, а бессмысленно. Вот согласно вот, всякая мысль, она обязана быть уверенна в реальность. А, хорошо. В таком случае… Можно интерпретировать Декарта в смысле контекстуального реалиста. Если мы рассматриваем Декарта, он говорит, я мыслю. Это значит, что мы, допустим, погружаемся внутрь себя и мыслим о той модели реальности, которая существует в нашей голове. Правильно? Вот мы погружаемся. То есть в данном случае для нас реальностью является вот эта модель. Нет, он иначе привлекает. Он говорил, что наше сознание вложено в нас Богом. Правило нашего мышления – это правило божественного мышления. Это все правильно. И мы фактически можем получать самое правильное и самое абстрактное, самое общее знание с помощью чисто вот этих мыслительных операций. Вот это его позиция. Понимаете? И в этом смысле мозг пробирки – вот этот чистый вот этот вот, как называется, модель этого мышления. То есть он закладывает первичные какие-то базовые, собственно говоря, понятия, ну, в теории, допустим, с той же геометрией в книге. И на основе этих понятий он создает всю геометрию, все представление о мире, о котором всегда верно. Понимаете? То, что говорите вы, мозг, допустим, манипулированный мозг – это уже юм, скорее. Это юм, и который фактически говорит о том, что мы говорящие об ощущениях. А что стоит за ощущениями, мы не знаем. Мы не можем себе представить, мы можем создать то или иное ощущение, и это будет для нас реальность. Вот то, что вы говорите – это другая модель. Это вот юмовская модель, которая здесь тоже прозвучала. То есть первая – это декартовская, вторая – это юмовская, скорее, модель. А третья – это вот реально. Тут вопрос криминологии, тут так сказать. Да, это вопрос криминологии, но, в принципе, по сути, я бы, например, вот так их классифицировал. Хорошо, но тут можем мы дискуссию, время ограничено, продолжить. Но подход Декарта понятен. Он пытается на основе очевидных каких-то истины… Ну, сам Декарт не защищается. Да. Он как раз пытается проверить. Но мне кажется, что этого недостаточно, вот от такого позиции. Ну, сам Декарт – он дуалист. То есть… Ну, дуалист – это уже антологическая позиция. Что? Антологическая позиция. Антологическая. Вот он же говорил, с одной стороны, он говорил о том, что, так сказать, вышление. А с другой стороны, протяжение. А протяжение – это уже материализм. Ну, он же говорил не о мозге, он говорил о мыслящей субстанции. Он предполагал душу, а не мозг. Ну, да. То же проблема в чем заключается? Вот когда вот здесь употребляют метафору мозга в пробирке, здесь подходит физикалистский подход. То есть они вообще не рассматривают понятие души как такового. А Декарт говорил о том, что есть мыслящая субстанция, независимая от тела, но она связана с телом. Ну, да. Вот так он говорил. И вот мне просто вот интересен вот вопрос. Вот есть книжка недавно я читал «Мозг и душа». Вот там вот интересно, вот по-моему англоязычный автор написал. Тут серьезная проблема, действительно. Является ли мозг мыслящей субстанцией или есть более глубокая? А, вот это уже еще отдельный вопрос. Да, да. Как бы к тебе. Ну, хорошо, да. Спасибо. Ну, это очень интересно. Спасибо. А мы не хотим, Джей Евгеньевич. Да, ну, во-первых, ты хотел добавить по поводу Декарта то, что, наверное, все-таки надо понимать Декарта, вообще его мысль для есть и, значит, я существую. Все-таки в контексте именно философии нового времени и той ситуации, которая была прождена научной революцией. То есть, так или иначе, философы, там, Бекон, например, тот же Декарт и Ньютон, да, они в рамках переосмысления вообще всей, там, аристотельской, схоластической традиции, они вот расчищали поле от всего ненужного, как вот Бекон, например, там, постоянно, о чем Бекон постоянно говорил, да, и на этой основе, на этой основе они выдвигали какие-то правила, некоторые исходные предпосылки эпистемологические, да, и онтологические, от которых надо исходить вот в познании мира. Ну, у Декарта, в частности, да, опять-таки, он в процессе рассуждения приходил к тому, что первой очередной такой фундаментальной установкой является, ну, вот, сам факт мышления, вся мысль исследовательная существует. У меня вопрос немного другого рода, может, немного выпадающий из вопроса в дискуссии, в аналитической философии, но, тем не менее, мне этот, скажем, ответ на этот вопрос очень важен. Вот какие здесь все-таки есть в познании и в самом определении реальности социально-культурные детерминанты? Потому что, вот, как показывает, например, история мысли, да, философства, то зачастую для объяснения реальности использовались, ну, такие метафоры, аналогии, которые были обусловлены, скорее, там, социально-культурными процессами, техническими. Это, например, допустим, у того же самого Вольтера представление, там, о Боге, как о великом часовщике, да, то есть Бог настроил, там, часы, запустил этот механизм, и дальше он развивается. Аналогичная ситуация и сейчас, да, в философии постмодерна, под влиянием, опять-таки, тоже каких-то культурных факторов появления того же фильма «Матрицы», появляется представление о реальности, как о некоторой компьютерной программе. Ну, и в связи с этим вопрос, какая здесь есть взаимосвязь между вот этими детерминатами, да, между вот, ну, культурой, там, обществом и нашими представлениями о реальности. И если, ну, скажем, есть ли какие-то авторы, которые более углублены этой проблемой сегодня занимаются? Потому что здесь, как я вижу, спор, в основном, он находится в такой плоскости логики, прежде всего. Значит, культурные детерминаты... Так, в более широком смысле, если не говорится. Значит, подпределить, например, дальше начнем от чего. Ну, во-первых, диктар, конечно, и Кам, они относятся к философии на древну, и они репрезент националистов. Вопрос в том, что представление играет роль посредника между нами и реальностью. И вопрос в том, ну, есть ли у нас доступ к самой реальности и каким образом, есть ли представление, ну, как буквально между нами, между субъектами отдельно. И это, да, вот, может привести к постмодернизму, о котором вы упомянули, что, может, за этой вуалью, ну, а в терминах 20-го века смысл играет роль этой вуалью, может быть, ничего и нет, а есть только представление, есть только смысл. И вот постмодернизм, да, вот эти культурные, культурные детерминаты, он вообще представляет реальность представления. На самом деле, понятие реальность исчезает, понятие истины исчезает. И это путь к креативизму, как раз, и скептицина. Вот какая-то культурная детермината, ну, это как бы уже предельное развитие вот этой логики модерна, субъект, объект, объектная корреляция и репрезентационализм. В 20-м веке очень сильно науки развивались, вы упомянули научную революцию, относящуюся к 17-му, 16-му веку, да, но в 20-м веке тоже очень значительные научные достижения были. И это привело к такому уровню, когда на смысловом уровне очень сильное развитие, то есть много теорий различных появилось, много наук. И вот этот смысл, который постоянно дифференцировался, он как бы создало впечатление, что за ним-то ничего и нет, никакой реальности нет. Вот это тоже революционализм, тоже как бы культурный, такой научно-культурный фактор, технический фактор. То есть антиреалистические и скептические тенденции были сильны, особенно в континентальной философии. И вот маятник, как бы, качнулся в обратную сторону в начале 21-го века, поэтому, наверное, одна из причин возникли новые реализмы. Вот новые реализмы в войне? В Франции, в Германии, в Америке, в Италии, можно привести ряд. Но попытка как раз отказаться от антиреализма, от постмодерна. Но в этих новых реализмах, вот Квинтин Миясу даст и коллективный материализм, Гугель Маркус, которого я уже упоминаю, немецкий философ, Жаслен Бенуа тоже его относит к новому реализму, но он критикует новые реализмы, потому что в них очень много идеализма, антиреализма, на самом деле. Вот. То есть... Маврици Феррарис, вот итальянский философ, тоже к новому реалисту его относит. Он вносит в свою онтологию новую социальную онтологию. Потом онтология... То есть понятие онтологии, оно развивается. То есть что существует, в том числе и в плане социальной реальности. И действительно, само общество развивается, возникают какие-то новые формы существования, в том числе новые онтологические формы. Именно культурно-исторический фактор играет роль. Но само понятие, концепт реальности, его нельзя менять как перчатки, потому что то, что существует, оно может обогащаться. Наши представления о том, что существует, они могут обогащаться. Но сам концепт реальности, вот это надо понимать. Потому что вот Маркус Габриэль, он как бы меняет сам концепт реальности. Существует красная шапочка. В каком-то смысловом поле она существует. Или Маврици Феррарис говорит, что... Нет, все-таки социальные явления, они не совсем реальны. Потому что, ну вот, тут есть субъективный фактор, играет очень большую роль. Но надо понимать, что концепт реальности, реальность такова, как она есть. Все, это категория реальная понятия. Оно не меняется. Оно такое, какое оно было 2000 лет тому назад. Нереальная реальность. Нереальная реальность. Это образы, которых не существует в объективной реальности. Еще раз. Это образы. Образы, которых не существует в объективной реальности. Да, это интересный вопрос, на самом деле. Фикции, да, какие-то фиктивные персонажи. Вот художественная литература. Фейки. Да. На самом деле, тут тоже, для того, чтобы их понять, просто связь с реальностью опосредованная, да. В каком-то плане они тоже укоренены в реальность. Надо найти реальные условия их применимости. Они же играют вот, да? Да. Значит, существует действительно, подлинный реализм состоит в том, чтобы найти реальные условия их применимости. Еще как они проявляют в реальности. Смотрите, террорист мусульманский, который, значит, ради попадания в рай, становления в качестве мученика, взрывает себя вместе с целым автобусом. Значит, им руководит такое отношение к реальности, которое в обыденной реальности достичь невозможно. Вот это и есть нереальная реальность. Я немножко тоже порассуждаю с ним. Да, пожалуйста. Ну, дело в том, что даже псевдопроблемы, которые поставлены в сложном процессе эволюции познания, они имеют значение. Потому что посредством критики этих псевдопроблем мы продвигаем эпистемологию вперед. Поэтому вот эта поставленная Декартом проблема, она имеет значение. В каком контексте Декарт ее ставил? Значит, в его время наука и эпистемология философская, они уходили со страшным трудом, под жуткой цензурой, уходили от средневекового мышления. Декарт еще не имел достаточных критериев, которые позволили бы... Они возникли позже в месяц развития науки. Он не имел достаточных критериев для того, чтобы отделить знания от незнания. Поэтому... А он жил в эпоху, когда постепенно познание обретало определенный фундамент в астрономии, в наблюдениях за движением планет и звезд, даже в астрологии, хотя там тоже была нереальная реальность. Поэтому он вслед за Вейлем, был такой очень замечательный философ французский. Бель подверг сомнению средневековую идеологию. Он подвергал все сомнения и даже существование Бога, что было очень чревато. Поэтому Декарт для того, чтобы обосновать новую эпистемологию или гнусеологию, он начал с радикального сомнения. И это было правильно. Существует ли внешний мир? Как доказать? Поэтому, фактически, он подспудно, даже подсознательно или бессознательно, он пришел к этому для того, чтобы доказать существование врожденных идей. То есть обоснование чистого рационализма. Чистого. Не важно там наши наблюдения, все такое. Главное – это разум. Фактически, эволюционно это происходило из схоластики средневекового. Почему? Потому что в средневековой схоластике тоже восхвалялся разум. И средневековые схоласты выступали против точки зрения тертулиана, что истинная вера противоречит разуму. Они хотели совместить веру и разум. Это очень важно. Поэтому, значит, врожденные идеи, значит, доказывал, значит, вот существование врожденных идей вот такой позиции гносеологической, тем, что Господь Бог не может лгать. Но наука развивалась после Декарта. Начались открытия. Сначала Галилея, затем Ньютон. И стали очень робко возникать критерии. Критерии достоверности знания. Критерии достоверности знания первым делом были связаны с воспроизводимостью знания в экспериментах. Обнаружилась связь между рациональным мышлением и практикой эксперимента. Следующим шагом было то, что, да, исследование наших ощущений. Исследование ощущений. В чем это заключалось? Оказалось, что ощущения обладают ограниченной достоверностью. Они способны приводить к ошибкам. Вся механистическая картина мира базировалась на результатах, полученных от наблюдений. Как устроены наши ощущения, наши восприятия и так далее. Они устроены таким образом, что мы можем воспринимать механические движения тела и так далее. Их взаимодействия. Там соударения шаров и так далее. Но когда в 20 веке была открыта постоянная планка, с этого началась физика 20 века, оказалось, что ощущений не хватает для того, чтобы описать движение в микромире. И дальше процесс пошел каким образом? Эти великие основатели современного естествознания, которые анализировали, изучали микромир, они все время старались и мучились для того, чтобы объяснить движение в микромире с помощью механической картины мира. Но у них не получалось ничего. Эмпирически, значит, это все не получалось. Последнее, что я хочу сказать, это замечательное открытие российских петербургских ученых Владимира Павловича Бранского и Анатолия Соломоновича Кармина. Они сформулировали идею негеоцентрического, гносеологического негеоцентризма. То есть, они... Ну и онтологического негеоцентризма с ней связано. Мои друзья из Петербурга, к сожалению, их уже нет в живых. Саши. Они показали, что вся эволюция, познание природы, она связана с тем, что мы открываем объекты все более негеоцентричные, то есть, все более отдаленные от нашего способа восприятия. Это крайне важно. Это имеет предсказательную, так сказать... Да. Это будет... Я сейчас закончу. Сейчас закончу. Это имеет прогностическое значение. В том числе, значит, шаги... На каждом шагу, на каждом этапе познания мы открываем все более негеоцентричные, далекие от нашего восприятия, ограниченно достоверно объекты. И сейчас, например, вот, скажем, такие объекты, как значит, материя, темная материя и темная энергия, это как раз... Которых мы сейчас не можем объяснить, как не стараемся, это как раз на границе нашего познания мы открыли негеоцентрические объекты. Понимаете? Это во многом подтверждает теорию Бранского и Кармината. Вот что я... Хорошо, спасибо большое. Очень было интересно.